Здравствуйте! Это информационная программа «Республика» и я, Ольга Григорьева. Мы познакомим вас с событиями понедельника и минувших выходных. Непростая дорожная обстановка сложилась в центре России в прошедшие выходные. Сотни машин оказались в снежном плену на трассе Москва-Санкт-Петербург. Передвигаться по трассе М7, во всяком случае на территории Чувашия, было намного легче, хотя снегопад отметился и у нас. Как справлялись республиканские службы с внезапно начавшимися осадками, обсудили сегодня на еженедельном совещании правительства Чувашия. На сегодняшний день обстановка на дорогах, как межрайонных, межобластных и городских, стабильная. Задержек рейсов по дорожному условию на сегодняшний день не наблюдается. Хотя во вчерашнем тумане, который был и образовался вечером, про согласование с ГИБДД и нашим министерствам, было вынесено предупреждение по автовокзалам о временном ограничении рейсов утренних по дорожным условиям. К радости, извините, эта мера не потребовалась. Некоторые сложности с передвижением наблюдались в районе строящегося в Ядренском районе моста. Министр назвал их традиционными, они связаны с производством дорог и наличием ограничительных знаков. Однако некоторые чиновники, вынужденные 1 декабря возвращаться в республику из Нижнего Новгорода, в оценках были не так оптимистичны. Колонны стояли в три ряда, в одну сторону, поэтому движение было нулевое. Полосы движения остались в обе стороны. Поэтому здесь он должен быть объективным, искажать информацию ненужную. В оправдании, как было мне доложено, было одно. Не было электроэнергии, не успели заправиться автомобили, которые должны были работать на трассе. Министр отметил, что в Чебоксарах городские власти оперативно отреагировали на погодные условия. В связи с прошедшим снегопадом 30-го числа были сложности по передвижению автомобильного транспорта, в том числе и по Чебоксарам, и по республиканским трассам. Через 2-3 часа после начала снегопада была разбросана песчатая солевая смесь. Через еще 2-3 часа после разбрасывания этой смеси ночью городские власти начали уборку улиц. 50 государственных и муниципальных услуг до конца этого года планируется перевести в электронный вид. В таком формате услуги предоставляют администрацию Чебоксар, Минобразование, Минздрав соцразвития, Минкультура, Минюст, Госслужба занятости. Сегодня на планерке министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашия Валентина Андреева рассказала, как переводятся услуги в электронный вид. Чаще всего в электронном виде жители республики оформляют паспорта гражданина России за гран-паспорта, водительские удостоверения, регистрируются по месту жительства, обращаются за сведениями из пенсионного фонда, проверяют штрафы и задолженности по налогам. На портале госуслуг более 5000 документов. Их скачивали более 255 тысяч раз. Сейчас межведомственное взаимодействие осуществляется при предоставлении 14 социально значимых услуг. Проведено тестирование работоспособности 16 универсальных процессов. В рамках предоставления 14 госуслуг было за это время направлено 398 запросов к универсальным процессам и получены на них ответы по системе межведа. Однако возникла проблема при предоставлении, при обращении к электронным сервисам федеральных органов исполнительной власти. На сегодняшний день из 13 сервисов работают только 4. Чуваша в числе 6 пилотных регионов попала в перечень вот этих 6 регионов, где тестируются федеральные сервисы. Это проблема вообще федеральная. Премьер-министр Чуваши призвал приложить максимум усилий, чтобы сделать получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде еще более доступным для населения. Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики Алексей Табаков рассказал об объемах освоения федеральных инвестиций в капитальное строительство. Из федерального бюджета предусмотрено было выделить 9 миллиардов 959 миллионов рублей. Из них на финансирование объектов капитального строительства предусматривалось выделить 6 миллиардов 726 миллионов рублей. Но по итогам 2012 года в результате эффективной работы органов исполнительной власти Чувашской республики объемы федеральных ассигнований были увеличены и на сегодняшний день они составляют величину. То есть с 9 миллиардов они увеличились до 15 миллиардов 372 миллионов рублей. И по объектам капитального строительства они увеличились до 7 миллиардов 172 миллионов рублей. Средства освоены на 75%. Среди неосвоенных строительство конно-спортивного комплекса в городе Новочебоксарск, реконструкция административного центра под бизнес-инкубатор сели Батарева, оснащение аэродромным радиолокационным комплексом аэропорта Чебоксары. Только в октябре месяце торги состоялись. На сегодняшний день освоены все суммы республиканских средств и произведена закупка материалов, необходимых для строительства, пока за кредитные ресурсы самого подрядчика. И по итогам следующего года все федеральные средства также будут освоены и объект будет введен в эксплуатацию в установленные сроки. Кроме того, на двух объектах выполненные работы не оформлены соответствующими документами. Это строительство очистных сооружений «Сточный хвост» в городе Цивильске и Центра развития маутинбайка в городе Чебоксары. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. А в Цивильске наконец приступили к строительству биологических очистных сооружений. Оно было начато в 2006 году, но позже приостановлено. Не было денег. Сейчас нашлись средства из федерального бюджета. Старые очистные давно не справляются с нагрузкой. Более того, наносят ущерб экологии. Сейчас специалисты поднимают дамбы, а дальше должны забетонировать дно. Подробнее об этой стройке в ближайших выпусках новостей. Перекрытие дороги верующими сегодня прокомментировал министр внутренних дел Почувашия Сергей Семенов. Напомню, на минувшей неделе депутаты Госсовета обсуждали законопроект об универсальной электронной карте и приняли его. Но это сопровождалось несанкционированным пикетом верующих, выступающих против нововведения. Православные перекрыли проезжую часть президентского бульвара сразу после молебна в церкви Рождества Христова. После подачи уведомлений организаторами этой акции, организатор акции приглашалась в органы внутренних дел. С ней была проведена соответствующая работа недопустимости нарушений и закона. В связи с тем, что было обещано, ничего не предвещало к таким нарушениям, количество сотрудников полиции было достаточным для осуществления охраны общественного порядка. Но, тем не менее, во время проведения пошли экспромты или эксцессы исполнителей, как называемые с юриспруденцией, которые приняли решение нарушить закон. В этой связи перекрытие трассы продолжалось примерно полчаса. На сегодняшний день установлено порядка 90 участников этой акции, третий из которых являются жителями Нижегородской области и Республики Мариэл. Протоколы на принятие решения направлены сегодня в Нижегородскую область и Республику Мариэл для принятия решения. На остальных участников, как я уже сказал, собираются материалы. Это в основном жители Чувашской республики. Соответственно, с учетом судебной прерогативы, материалы будут также направлены суды в ближайшее время. Введение универсальных электронных карт вызывает неоднозначную реакцию. Чтобы пресечь все домыслы и толкования, в эфире национальная телерадиокомпания «О смысле УЭК» расскажет министр печати и информационной политики Чувашия Валентина Андреева. Смотрите интервью в ближайшее время на нашем канале. Кто виноват и что делать? Оба эти вопроса возникают по результатам мониторинга эффективности вузов. Минобор России опубликовал их полтора месяца назад, а споры не утихают и сегодня. Почему обследование проводилось так поспешно и летом? Как случилось, что некоторые филиалы оказались эффективнее, чем головное учреждение? Наконец, что делать студентам Камчатки, если единственный государственный университет области не получил положительных отзывов? Эти и многие другие вопросы депутат Госдумы от Чувашии Алена Аршинова обсудила с министром образования и ректорами вузов республики. Напомню, по результатам мониторинга в педуниверситете и сельхозакадемии Чувашии обнаружились признаки неэффективности. Однако депутат Алена Аршинова не согласна с такой постановкой вопроса. Думский комитет по образованию вступился за высшую школу. Мало того, что сами по себе критерии мониторинга вызывают массу споров, так еще получается, что коммерческие учебные заведения лучше государственных, поскольку подверглись обследованию и попали в список неэффективных только государственные вузы. Алене Аршиновой еще нескольким депутатам Госдумы довелось принять участие в работе межведомственной комиссии, которая выносила вузам вердикт, и парламентарии сочли подход к делу, мягко говоря, некорректным. Я была уверена, что мы достаточно долго будем работать и будем встречаться много раз, не единожды. И была уверена, что каждый университет мы будем рассматривать в отдельности. Поэтому я думала, что комиссия будет работать долго. Как оказалось, все планы у министерства были другими, голосовали списками, списки были приведены. Были вот такие стопки бумаг, потому что заранее просто было сложно сориентироваться и прочесть эти бумаги, просто потому что они были высланы в последний момент. И кроме того, это просто такой объем материала, что хочешь не хочешь, но тебе просто времени изучить не хватит ситуацию. Так, чтобы ты пришел с позицией по всем вузам. Понятно, у меня точно есть позиция по университетам Чувашской республики, но мы же решаем судьбу и университетов, которые находятся в других субъектах Российской Федерации. В итоге ряд российских вузов, число которых вошли и весьма уважаемые университеты, в добавление к государственной аккредитации, которая у них давно имеется, получили государственную дискредитацию. Как бы то ни было, о включении в список неэффективных, серьезный удар по имиджу и авторитету. Алена Игоревна назвала такой стиль расправой над университетами. Ректоры согласно закивали. В последние дни они пережили немало неприятных моментов. В педуниверситете и сельхозакадемии по результатам мониторинга обнаружились признаки неэффективности. Кстати, Чувашский госуниверситет в список неэффективных не вошел. Но его ректор считает, что по отношению к коллегам судейство было необъективным. В голосовании истинно не устанавливается голосование. В голосовании принимаются решения. Мы были свидетельствами многих таких решений. Голосованием можно принять любое решение. А вот то, что вы сказали, именно установить, по сути, эффективность, истину надо установить, или приближение к истине. Это анализ. Это достаточно жесткий, четкий, глубокий анализ. Вот где-то мы запросили, а еще неизвестно, кто как там оформил эти таблицы. Ряд критериев вызвал у всех работников высшей школы недоумение. К примеру, как может Минобор определять финансовую эффективность ВУЗа, который финансируется Минобором? Звучит как головоломка. Или каким образом ВУЗы должны способствовать повышению средних баллов по ЕГЭ? Чтобы поднять средний баллов по ЕГЭ, понятно, мы будем открывать новое направление. То есть, чтобы быть интересным по пустякам, у нас 80% профиль образования. В связи с АПК. Значит, мы должны открывать много направлений, которые не профильны для нас. Для того, чтобы пошли нам сильные студенты. Это не очень хорошо для регионов. Это первое. Чтобы не было там физически, спортивно. Да, да. Понятно. Мы же средний балл должны поднимать. При всем при этом ректоры согласны, что ситуацию в высшем образовании нужно менять коренным образом. Активнее приспосабливать высшую школу под нужды экономики. Избавляться от дублерства, когда, к примеру, юристов готовят сразу несколько ВУЗов региона. Необходимы другие инструменты измерения, другие методики измерения, естественно, критерии, показатели должны измениться. Это одна тема. Другая тема очень важная, чтобы мы, действительно, вот Борис Горьевич тоже, я поддерживаю предложения, другие звучали, посмотреть в разрезе программ, разрезе потребностей и разрезе возможностей ВУЗов. Тогда у нас получается консолидация нашего потенциала. У кого хорошо получается, там надо это наращивать, там надо это укреплять и, соответственно, создавать еще лучшие условия для подготовки кадров. Все это и многое другое необходимо внедрять постепенно, изменяя аккредитационные требования к государственным ВУЗам. Свои предложения Совет ректоров ВУЗов Чуваши передал Алене Аршиновой, которая заверила, работа только начинается. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. Подробнее о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы восстановить доброе имя ВУЗов, в каком направлении реформировать высшую школу, в программе «По существу» сразу после новостей на нашем канале. К другой теме. Расклад по инфляции в 2012 году представило сегодня Министерство экономики. Она снизилась в ноябре этого года, если сравнивать с декабрем прошлого. 104,7% против 105,8%. Если рассмотреть детальнее, то в этом году сильнее всего подорожали продовольственные товары. 104,1% в этом ноябре против 101,9% в прошлом декабре. По непродовольственным товарам отмечено снижение. Уменьшился индекс потребительских цен и по услугам. В строке продовольственные товары сильно вырос в цене так называемый борщевой набор. Это овощи, которые хозяйка использует для приготовления борща. Капуста, морковь, лук. В прошлом году они вели себя вполне примерно и ожидаемо. С января по ноябрь сбавляли в цене. А вот в этом году борщевой набор весной начал полнеть в стоимости. Пик в июле, а уже потом, с новым урожаем, наконец стал худеть вплоть до ноября. Что касается горюче-смазочных материалов, то ситуация следующая. Цены выросли в сравнении с ноябрем прошлого года. Бензин марок А76, А80, на диаграмме это красная линия, прибавил 1 рубль. АИ-92, синяя линия, плюс 1 рубль 30 копеек. Столько же у дизельного топлива, оно в черном. А вот АИ-95, желтым цветом, оказался тяжеловесом среди всех марок. Он прибавил 1 рубль 70 копеек. Подорожание эксперты связывают с увеличением оптовых цен. А если речь идет о дизеле, то еще и с переходом с летнего топлива на межсезонные и зимние. Что касается ожиданий по инфляции, то прогноз у Минека оптимистичный. К концу 2012 года инфляция ожидается на уровне 105,2% пункта. Мы прогнозируем, что инфляция будет ниже, чем прогнозная. На 0,6% пункт. Мы прогнозируем, что наш прогноз был несколько, может быть, пессимистичным. Результаты будут более позитивными. Информационный марафон стартовал в отделении Пенсионного фонда России по Чувашии. В ходе его будет разъясняться пенсионное законодательство людям с ограниченными возможностями. Информация длиной в год поможет людям больше узнать о своих правах и своевременно реализовать их, уверены специалисты фонда. Республиканское отделение Пенсионного фонда активно участвует в программе создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Начинают строительство пандусов во всех офисах и заканчивая выездными приемами. Мобильные офисы открываются в удаленных населенных пунктах. По просьбе инвалидов возможен и прием на дому. Роза Алексеевна отметила, что всю большую популярность приобретают приемы в режиме видеосвязи. Пока это возможно из офисов фонда, а в ближайшее время планируют наладить связь с маломобильными гражданами по скайпу. Всего же среди клиентов Республиканского отделения Пенсионного фонда около 92 тысяч инвалидов, получающих пенсии и ежемесячные денежные выплаты. Если посмотреть по темпам роста пенсии, за последние только два года размеры пенсии увеличились у инвалидов более чем на 20%. Размеры ежемесячных денежных выплат на 12%. Пенсионный фонд одновременно является органом, который предоставляет федеральным льготникам меры государственной социальной помощи. Это в виде ежемесячных денежных выплат и у человека есть право на набор социальных услуг и право получить денежный эквивалент вместо этого набора социальных услуг. Большая часть обращений в Пенсионный фонд приходит в электронном виде, причем не только от инвалидов, хотя для последних это особенно удобно. Необходимую информацию об услугах Пенсионного фонда и сами услуги можно получить на соответствующем портале. В частности, через портал Госуслуг предоставляется информация о состоянии индивидуального счета в системе пенсионного страхования. Принимаются заявления о вступлении в программу государственного софинансирования пенсий. Роза Кондратьева напомнила, софинансирование – реальная возможность увеличить пенсионные накопления. Если человек вступил, сегодня он вступит, для него эта программа действует в течение 10 лет софинансирования. Поэтому самый последний срок до 1 октября следующего года человек должен успеть вступить в нее и заплатить. И тогда, если он в эту программу попадет, он может в течение 10 лет. Так мы поэтому считаем 23 год – последний срок. Кроме того, пенсионный фонд в этом году вложил свыше 25 миллионов рублей в социальную программу «Чувашия». В частности, были капитально отремонтированы 6 домов престарелых, приобретено 9 автомобилей для мобильных бригад, оказывающих социальные и медицинские услуги. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. В Храме Христа Спасителя в воскресенье прошла хиротония архимандрита Феодора в епископа Алатрского и Порецкого, которую возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Хиротония – это посвящение человека, который дает право совершать таинства и обряды. Предстоятель в русской церкви напутствовал епископа Алатрского и Порецкого Феодора на служение и вручил ему архиерейский жезл. На богослужении в храме присутствовал и глава Чуваши с супругой. Очередное ЧП в Чебоксарах. В 5 утра 2 декабря загорелся частный дом на южном поселке. При пожаре погибли двое человек. После тушения на месте ЧП были обнаружены тела хозяйки дома и мужчины, личность которого сейчас устанавливается. В результате пожара дом сгорел полностью. Как следует из материала проверки, накануне погибшая распивали в указанном доме спиртное 43-летней соседкой, после чего все уснули там же. Рано утром хозяйка дома разбудила соседку и сообщила о взгорании, после чего та успела выбежать на улицу. Сама же хозяйка дома и еще один гость, мужчина, из огня выбраться уже не смогли. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении, а смерть погибших наступила в результате отравления угарным газом. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на восстановление всех обстоятельств произошедшего. В целью экспертного восстановления причины смерти погибших, а также причины возгорания, назначены судебно-медицинские и пожаротехнические исследования соответственно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. А у меня на сегодня все. Берегите себя и до свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА